Спатифилум, лилия мира, женское счастье, парусник счастья. Это все о нем. Комнатная лилия очень популярна во всем мире. Так здорово иметь дома живую лилию. Что же нужно знать об уходе за этим замечательным цветком? Это вечно зеленое растение тропиков. Листья большие, ярко-зеленые, глянцевые, с длинными стеблями. В природе они наслаждаются рассеянным солнечным светом, доходящим до них и постоянной повышенной влажностью. Однако, находясь совсем без солнечного света, лилия не цветет. Лилии цветут белыми цветами. Цвести она может в любое время года. Цветение длится очень долго. Растение очень теплолюбивое, поэтому у нас в открытом грунте оно жить не может. С потифилуму подойдет окно, выходящее на восток. Если растение находится в помещении не на подоконнике, далеко от окна, то ему нужна дополнительная подсветка. Растение хоть и тенелюбивое, но цвести в постоянной тени не будет. О том, что растение все устраивает, говорит его здоровый вид. Спотифилум не засухоустойчивый. Не допускайте пересыхания почвы. Этот цветок – корневищное растение, и корневищем поглощает питательные вещества из хорошо увлажненной почвы. Лилию на корневище можно держать в вазе с водой длительное время, как и комнатный бамбук. Однако при погружении в воду стебля и листьев они загнивают. К поливу надо отнестись серьезно. Неотстоянная или неотфильтрованная вода может вызвать пожелтение листвы. Поскольку растение родом из влажных тропиков, то в сухом помещении необходимо поставить небольшую емкость с водой около цветочного горшка. Парусник счастья не нуждается в большом количестве удобрений. Достаточно пересаживать его раз в год в новый питательный грунт. Если нет такой возможности, придется внести азотное удобрение для листвы и фосфорное для цветения. Если переборщить с удобрениями, то можно получить не белые, а зеленые цветы. Я часто повторяю слово лилия, но это не так. Спотифилум – это корневищное растение семейства ароидных. А цветок похож на лист, только белого цвета с колоском внутри. Сажать цветок счастья нужно в не очень широкий горшок. В большом пространстве растение быстро растет, наращивая зеленую массу. Отцветение может не наступить. Это растение не переносит сквозняков. Зная качество воды и отложения на поверхности почвы, своевременно удаляйте их и заменяйте свежим грунтом. Эти растения очень чувствительны. Спотифилум очищает воздух в помещении от испарений аммиака, бензола, формальдегида и трихлоротилена, которые испаряются с лакированной мебели и ДСП. Это такая забота о людях? Да вовсе нет. Растение этим дышит. Отчасти из-за этого спотифилум считается ядовитым растением. Поэтому ставьте его в недоступное для детей место, не давайте жевать домашним животным и сами после ухода за ним тщательно мойте руки. Зрители канала уже знакомы с растениями схожего характера. Это молочай беложилковый и денежное дерево. Как уже говорилось ранее, в природе спотифилум растет в лесной тропической подстилке. В ней великое множество питательных веществ и она рыхлая. Такой грунт, рыхлый и плодородный, больше всего подойдет растению. Лилия мира размножается делением кустов. Лучше во время ежегодной пересадки. На части корневища обязательно должно оставаться не менее двух-трех листьев. Не стоит заглублять молодое растение. Сажать следует на том же уровне, как оно росло на материнском кусте. Горшок подойдет глиняный с дренажными отверстиями. Как видите, за лилией мира несложно ухаживать, если знать, откуда она родом. До своего взрослого состояния лилия растет года три. Те растения, что растут дома, это гибриды. Они во многом приспособлены к комнатному содержанию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...